Так называемый жанр Metroidvania уже не первый десяток лет не отпускает не только игроков, полюбивших симфонию ночи и продолжающие выходить, пусть и редко, но достаточно метко, новые похождения Саму Саран, но и разработчиков, не оставляющих попытки повторить успех Konami и Nintendo, выросший в целый отдельный поджанр игр, пусть и номинальный. У одних очень даже получается, другие все еще пытаются нащупать тот самый баланс, сделавший Hollow Knight или Ori and the Blind Forest такими залипабельными. Если вы спросите меня, лично мне Пустой Рыцарь нравится даже больше Симфонии или Метроида. Наши разработчики не отстают от западных и тоже выкатывают игры одну за одной, и некоторые из них даже выглядят достаточно интересно. Например, я люто угорел с игры под названием Славания, костлы в древнерусском сеттинге. Открывающая сцена под Rondo of Blood со Змеем Горынычем заставила меня буквально в голос заорать. Реально очень забавная идея. Сама игра дальше тоже вполне ничего, единственное, что мне показалось, что управление персонажем можно было бы сделать немного поудобнее. Уж слишком криво он ходит и прыгает. Совсем недавно была анонсирована еще одна метроидвания от наших разработчиков под названием Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr. Creed. Сеттинг игры меня заинтересовал, и мне захотелось ее попробовать. В обмен на такую возможность, авторы попросили меня поделиться своими впечатлениями от увиденного на канале. И поэтому я говорю вам... Привет, друзья! С вами, как всегда, Виктор Карасев, и сегодня я предлагаю вам посмотреть на российский Hollow Knight с пушками Blast Brigade. Игра, о которой пойдет речь сегодня, пока еще не вышла даже в раннем доступе, поэтому потрогать ее лично у вас пока не получится. А вот Rouge Like Action RPG Hates, собравшая более десятка призов в различных видеоигровых номинациях, наконец не только вышла на всех платформах, но и появилась в единственно правильном настоящем формате — на физическом носителе. И не просто в ставшем уже в последнее время практически стандартном, голом виде, когда все, что вы получаете, это диск или картридж в пустой коробочке, а в самом настоящем, олдскульном, годном виде, который, уверен, многие из вас, точно так же, как и я, очень любят. Снаружи — качественная и красивая обложка с переливающимися на свету фольгированными элементами. А внутри, помимо диска с игрой, самый настоящий буклет аж на 32 страницы, которых мы практически лишились в современных изданиях. Да еще и сортами от арт-директора игры Джена Ли. А также код на скачку саундтрека игры. Не проходите мимо такого классного релиза, тем более, что такая игра, как Hates, совершенно точно достойна занять место на вашей полке, даже если обычно вы предпочитаете покупать цифровые версии. Переходите по ссылке в описании и приобретайте действительно достойное физическое издание, вместо того, чтобы платить за цифровой воздух. Итак, Blast Brigade — Metroidvania в любимом сеттинге многих детей 90-х классических американских боевиков, дополненных шпионским оборудованием а-ля James Bond. Тут важно отметить, что в игре нет никаких серьезных щей, а даже наоборот. Все происходящее подано под максимально юмористическим соусом, как в каком-нибудь Остине Пауэрс. Под наше управление попадает герой, внешне одновременно напоминающий молодого Чака Норриса и главного героя игры Metal Slug. Из-за этого сходства я, признаться честно, сначала подумал, что Blast Brigade будет обыкновенным ранн'ганом. Но не тут-то было. Действие происходит в 1989 году, а наша цель — освободить секретный остров от зловещего доктора Крида, возможно, даже Егора, но это не точно, и его банды. Если я все правильно понял, в игре будет не только молодой боец, который хороший без нунчак, но и еще три других героя, каждый со своими обилками. В превью-версии, которую проходил я, пока больше ни за кого поиграть не дают. Но девайс, которым пользуется третий и заключительный для демо-босс, явно должен так или иначе попасть в руки к нам, ибо на локациях часто встречаются крючки, за которые дама своей штукой цепляется в битве. Из-за анонса игры за нескольких разных героев, я полагаю, что попадет он к нам вместе с самой дамой, которая, видимо, сможет за эти крючки цепляться, но по видеоигровой логике взамен не сможет делать что-то другое. Если я прав, у меня остается только один вопрос. В каких местах можно будет переключаться между героями, и не придется ли по много раз бегать туда-обратно по одним и тем же локациям? Но это я уже сильно забегаю вперед и положу домыслы. На превью этого ролика надпись «Русский Холлоу Найт с пушками» стоит не кликбейта ради, а именно потому, что именно Холлоу Найт, а также, судя по всему, Ори, явно были главными вдохновителями Бласт Бригей. И с одной стороны, я понимаю, что хочется равняться на уже отлаженные и хорошо работающие вещи, нежели городить огород и придумывать что-то кардинально новое, что может любителям жанра не зайти. С другой, несмотря на то, что Бласт Бригей действительно сделана очень и очень неплохо, на протяжении игры, в данном случае ее части доступной в демо, в голове постоянно горит большая красная лампочка вторично. То здесь, то там появляются очень знакомые враги, механики доступа к предварительно закрытым местам, ну, то есть, когда идешь и видишь, что сюда явно можно будет вернуться после получения дополнительной обилки, до боли знакомых. В демо доступен только дэш, но тут 100% будет какой-то аналог двойного прыжка, прилипания к поверхностям, или вот скажите мне, что вот от этих обильно расставленных фиолетовых фонариков не нужно будет отталкиваться. Ни за что не поверю. Они даже выглядят точно так же, как в Бори или, например, Гуакамеле. Гамаки — это те же скамейки из рыцаря. Даже перки устанавливаются точно так же только на них. Я уж не говорю о вот этих небольших указателях на направление к ближайшей скаме... ээээ, простите, к гамаку. Даже процесс отхила сделан ровно так же, как в Hollow Knight. Для того, чтобы выпить банку, восстанавливающую два сердечка, вам недостаточно просто нажать на кнопку лечения. Ее нужно зажать и подождать несколько секунд, пока процесс лечения не завершится. И, естественно, потенциальный отхил незамедлительно сбивается первой же атакой любого из врагов, будь то обычный моб или босс. Сделано это явно, как и в Hollow Knight, для того, чтобы на битвах с боссами вы пытались выучить вражеские паттерны движения и атаки, и проходили их вдумчиво, а не тупо рашили в надежде заковырять вражину до того, как у вас не кончатся сердечки и хилки. Про боссов, кстати, тоже хотелось сказать, что на данный момент они ну слишком легкие. Первых двух я прошел вообще с первого раза, даже не моргнув. С третьим пришлось повозиться немного подольше, но когда стали понятны все его, точнее, ее фишки и атаки, забить ее удалось, потратив всего лишь одно сердечко. Геймплей на уровнях прямо очень приятный, персонаж послушный, а некоторые ловушки с пачками врагов пару раз даже заставили мою пятую точку подгореть. Тут все как надо. Мне бы очень хотелось, чтобы игру допилили и разнообразили, потому что потенциал, на мой взгляд, в ней все же чувствуется. И говорю я это не потому, что меня попросили так сказать, а потому что я видел не один десяток метроид ваней, похожих и на Гуокамеле, Рыцаря и Леории, и на сами Метроид и Кослу намного больше, чем на них, похоже, Бласт Бригей. Даже хотя бы тот же выбор разработчиков в сторону пушек вместо атак ближнего боя уже делает игру немного необычной. Ты вроде как играешь в Hollow Knight, а вроде и в Metal Slug. Только вот прикол в том, что в большинстве из других таких игр авторы даже не смогли хорошо скопировать оригиналы. Персонаж в них управляется деревянно, а уже давно проверенные временем механики воспроизведены так криво, что просто удивляешься, насколько же нужно быть рукожопом, чтобы суметь сломать то, что у других работало просто отлично и далеко не один раз. А вот как раз Бласт Бригейт таким не страдает. Да и плюс, возможно, в финальной версии все же будет и что-то оригинальное, а не полностью скопированное с метро. Но пока Бласт Бригейт выглядит как пусть и неплохая, но все же калька с других известных игр. Все равно интересно, все равно как минимум достойно внимания, но пока очень вторично. Вон взять, к примеру, ту же упомянутую мной в начале ролика Словани. Тоже ведь явно калька с канамевского шедевра и местами даже с жирнющими на него отсылками. Но все же при этом максимально самобытная и не только в древнерусском сеттинге, но и в игровых механиках. Опять же, я понимаю, что бросать копье в стену и использовать его как платформу придумали уже очень давно, но на фоне остальных решений в игре это все равно выглядит намного менее избитым, чем дэши, даблджампы и фонарики, от которых нужно отталкиваться в Бласт Бригейт. Лично я планирую заценить полные версии и Бригады, и Словании, как только они появятся. Чего и вам советую. Насчет древнерусской костлы мне пока известно не больше, чем вам. А вот Бласт Бригейт обещают выпустить в раннем доступе в Steam уже в этом году. А в начале следующего, 2022, можно ждать и полноценный релиз как на ПК, так и на всех актуальных консолях. Что не может не радовать, ибо в такие штуки лично мне удобнее играть на приставке. Если вас игра тоже заинтересовала, не забудьте добавить ее в биш-лист в Steam, чтобы быть в курсе всех предстоящих новостей. Спасибо за внимание, друзья! Надеюсь, было интересно. Как обычно, если понравился ролик, не забывайте ставить ему большой палец вверх, а также подписывайтесь на канал, если сегодня здесь вдруг впервые. А у меня на этом все. До скорых встреч! Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok